Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как я разучился выращивать горох. И горошек у нас тут на столе. Сейчас расскажу, в чем же, собственно говоря, проблема и почему мой горох плохой. Быстрый, короткий ролик, который конкретно покажет всю проблему. Сейчас появились новые боксики. Старые боксики ушли, которые были высотой 35 сантиметров. Ой, не 35 сантиметров, а 35 миллиметров. И появились боксики, которые 28 миллиметров. Они чуть ниже, но в принципе тоже пойдут. Потому что вата у них точно такая же по размеру влазит. Просто они чуть ниже. И под них я взял вату ниже, соответственно. То есть я под них взял, думаю, а почему бы мне не взять сантиметровую вату и буду горох растить на сантиметровой. Вот. Что, собственно говоря, произошло? Сейчас расскажу. Я заметил, что последний месяц, как я перешел на сантиметровую вату, то у меня появилась такая проблема в том, что горох стал какой-то не такой. Как-то вот видно, корни выпихивают его из бокса. И какой-то он не такой густой, не такой красивый. И сейчас расскажу, почему это происходит. Давайте сначала расскажу, как работают, в принципе, корни. И почему они так сильно растут. Корни растут, когда им не хватает влаги. То есть им не хватает воды. И они начинают ее искать. Как в природе, да? Растение растет. Оно чувствует, что что-то маловато воды. И оно начинает корни пускать глубоко вниз. В поисках воды находит воду. И корни перестают расти. Либо сильно замедляются в росте. И потом уже оттуда черпают воду. И как бы все у них классно, отлично. Вот. А у нас же что происходит? Вот видите, у меня горох сильно, мощно набрал корневую. И то он еще полностью до продажного размера не вырос. С вхожестью все нормально, как обычно. То есть это семена. Про семена тут проблем быть не может. Я потому что подумал, мало ли что-нибудь с семенами. Не могу же я, великий марганец, разучиться расти горох. Но оказалось все намного проще. Сантиметровая вата. А раньше я растил на двухсантиметровой. И раньше я поливал ручками. Сейчас у меня гидропоника, на которой поливается раз в день. На двухсантиметровой вате корни сплетались в вату. И вата в себе держала много влаги. Этой влаги хватало на целый день корням. И они особенно так не пытались куда-то расти, выпихивать горох наружу из бокса. Потому что им влаги хватало. Они воду не ищут. Они просто ее берут и им по кайфу. Но когда я взял сантиметровую вату, оставил точно так же раз в день полив, то у меня появилась такая проблема, что корни начали выпихивать. Горох стал какой-то такой более жиденький. И все это потому, что сантиметровая вата держит воду в себе меньше. Как я решу эту проблему? Да просто буду поливать два раза в день. И все. У меня гидропоника. Я настрою два раза в день. Два таймера. Да, таймер будет включать два раза в день полив. И проблема будет решена. Но это такой вот нюанс, который сказывается на горохе. То есть элементарно полив может сказаться на качестве гороха в принципе. Поэтому два раза в день будет полив. И все будет отлично. Корневая будет расти медленнее. И будет больше идти рост в зелень. В жирную, крутую зелень. Сейчас растение смотрит на всю эту ситуацию. Понимает. Думает, ага, что-то воды как-то мало. Давайте-ка нарастим корней. Углубимся куда-нибудь вниз. Чтобы найти воду. И возьмет еще вот эти вот отверстия. Вон даже видно. Берет и эти отверстия просто зарастают. Через которые вода идет. И это тоже одна из причин, почему зарастают эти отверстия. Просто нечастый полив и все. Если они перестанут испытывать водяное голодание, то они будут отлично, классно расти. Потому что в принципе им как бы больше ничего не будет мешать. Они будут видеть растения. Будут видеть, о, вода у нас есть постоянно. Много, куча. Корешкам кайф. Они не залиты водой. Они не стоят прямо вот так в болоте. Они постоянно обмываются водичкой. Корням кайф. Растение понимает. Все вообще супер великолепно. Отлично. Мы можем всю нашу силу пускать в рост наших стеблей. Для чего? Для того, чтобы дать потомство. Правильно? Горошек хочет вырасти поскорее. Чтобы поскорее скинуть свои горошины, которые потом прорастут. Вот и все. Этот ролик не антиреклама агроваты сантиметровой. Это ролик, который показывает проблему и в принципе принцип... В принципе принцип... Показывает принцип работы корней растений. От чего растут корни, от чего забиваются вот эти, да, отверстия дренажные. У меня, кстати, почему-то только четыре. Ну ладно. Значит, забыли их сделать. Ну, я как бы забыл сделать их. Вот. Ролик показывает принцип работы корней. Почему они растут. Как их немножко затормозить в росте. Они все равно будут расти. Если им будет хватать воды, они в любом случае будут расти. Но просто сильно-сильно медленнее. И также это ролик такой повествовательный, в котором я рассказываю, что у меня тоже есть ошибки, на которых я учусь и стараюсь учить вас. Надеюсь, что кому-то эта информация поможет и кто-то избежит таких ошибок. Потому что периодически бывают люди, которые говорят «О, все, у меня не растет семена!» «Как говно!» «Выкидываем их!» Но на самом деле, я вот сейчас вижу, что все семечки проросли. Все отлично. Я тоже подумал сразу же, «Ну блин, все, семена плохие!» «Сейчас мы этим просеменам устроим!» «Блин!» Но нет, я все пересмотрел. Думаю, все отлично. Семена классные, крутые. Как так может быть, что из одного мешка раньше росло, сейчас нет? Я это в голове прокрутил. Думаю, ну не может быть такого. Начинаю смотреть. Все семечки прорастают. Все отлично. В чем же та проблема? Чего он перестал нормально расти? Какой-то стал такой, не такой. Оказалось, что у меня руки начали расти из другого места. Я давно уже не сажаю. Сажает у меня мама. Я из-за этого плачу зарплату. Все нормально. Поэтому, как бы, я какие-то нюансы могу не замечать и что-то забывать. Да, и уже мог стать этим ракообразным в этом деле. Поэтому вот такая проблема у меня появилась на ферме. И вот буквально сегодня с ней как раз таки разобрались. Не каждый раз, когда у вас что-то не получается, виноваты в этом семена. У меня много раз что-то не получается вырастить. Часто и даже сейчас что-то не получается вырастить. И в этом виноваты не семена, а ручки. Кривые. Которые я пытаюсь выпрямлять, тренироваться постоянно, придумать что-то новое, изучать. Чего советую делать и вам. И в принципе все. И как я уже сказал, это никакая не антиреклама сантиметровой ваты. Просто рассказал вам свой случай. Я буду дальше, наверное, сажать на сантиметровую вату. Просто немножко перенастрою систему гидропоники, которая будет поливать два раза в день. Вот и все. Ну а если у вас все равно возникают какие-то вопросы после просмотра всех моих видеороликов, например, то можете пройти в мой чат Телеграм, который есть по ссылке в описании. И задать вопрос там. И конкретно узнать, да, в чем проблема. Либо воспользоваться поиском по чату. Там информации на самом деле в несколько раз больше, чем у меня на ютубе в этом чате уже. Потому что вы прям поиск нажимаете и вписываете любую проблему. Вот не растет горох, прям пишите, не растет горох. Поиск. И там миллион вариаций и чатов. Вы читаете, как кто-то кому-то отправлял, что-то там рассказывал и так далее. Не нашли там этот ответ? Без проблем. Можете задать вопрос прям в чате и будем рады ответить. А еще активным участникам чата. Есть бонусы и подарочки всякие. Периодически чутко там засылаем. Растите классный горох и учитесь на чужих ошибках. Так выгодней. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон»